Так, друзья, Антон Валерьевич сказал так. Нам нужны новые люди. А чтобы эти новые люди состоялись, как садоводы, надо их чем-то увлечь. Ладно, попробуем. Значит, для многих из вас, я буду говорить, правда, обстоятельно, значит, вот с чего. Время и силы, особенно силы, вот эти вот... Поверьте мне, что из моих родственников уже профессионально занимается Санька, 4 года, Валерия, дочка, 8 лет. Вы понимаете, что такое сила семьи? И как можно... Это один из моих, как бы козырей. А как можно сделать так, чтобы дети выросли трудолюбивыми? Причём не то, что напрягаясь и заливаясь потом, а это было бы для них как праздник, чтобы всё они делали с улыбкой. Вот. А теперь возьмём нас, стариков, людей старшего поколения. Вот. Особенно тех, кто так замучен этими... Этой наукой до такой степени, что работа в саду превратилась в страшную невероятную каторгу. Получается так. Не завечим и урожай не жди. Вот. А получается всё наоборот. Я уж не говорю про эту бесконечную перекопку почвы. Бесконечную, страшную. И вот получается следующее. Есть и те силы, которые человек тратит на то, чтобы вырастить. Жалкий урожай, который можно оценивать, ну, что там вырастил на тысячу рублей, если брать овощи. Второй овощ на две тысячи. У нас продают килограмм сейчас, теперь килограмм хороших помидоров, таких маленьких, красивеньких, на закатку. 60 рублей килограмм. Вот. Ну, и, в общем, получается, что для себя, если перед этой же цены посчитать в своём саду, получается, на морковке тысячу, на луке две тысячи, может, на чесноке тысячу. В общем, всё это. А и переходим в сад. И вот здесь, друзья мои, оказывается, вырастить практически ничего невозможно. Вот. Я приводил примеры. Вспоминаем. Весь район объездил. Район, целый район, это сам, Ростовской области. Ну, куда уж лучше, так ли? Ну, куда? Ни одного абрикоса не нашёл. В Сочи абрикосов нет. Нету абрикосов. Вот. Правильно? Вот. Потом, значит, чуть будем более избирательно подходить. Чуть ниже. Я просто пытаюсь объяснить, для чего я вам нужен и для чего вам нужны сады. И сегодня жалкие, пустые, искалеченные деревья, чаще всего мёртвые в первый год посадки. Это чаще всего. Иногда доживают до второго года, и тут начинается борьба с якобы этими грибами и насекомыми, которые сами же позвали в сад. Сами. И вот получается, что резкий переход к эффективному садоводству. Пропускаю, всё. Никакой науки почти не надо. Не надо читать эти учебники. Не надо кончать вузы, потому что с вузом выходит совершенно... Вот, допустим, возьмём чек среднего. Ну, вот уже в 30 лет. Вот. А поступлю. 35-36 закончил. И окажется, что он ничего не научился. Вот им беда. Даже это. А у нас получается сразу. Как? Давайте я после вот этой вот пламенной речи подойдём ближе к делу. Итак. Я дал объявление о том, что любой человек, который с ним возьмёт и в саду уже, может, этим вот кончается. Ну, так вышло. Вот. И как раз подходим к главному. Передишь осенние посадки. Один сезон, это значит весной взойдёт, 24-го года, а осень у вас 100 тысяч в кармане. Вот. Навыки продавать имеют многие. Вспомните, челночные года. Вот. Куда денешься? Всем торговали. Чем? И вот получается, что цифра 100 тысяч, она плавающая. Я так прикинул. Ну, совсем не повезёт. Ну, 50-80. Без особого труда. А если повезёт, то и 200 тысяч, и 300 тысяч. Я сейчас вам попробую это обосновать. Итак, это то самое объявление, на которое это... Ну, я не думаю, что в этот раз будет прибавка большая. Чего ради? Другое дело, если вы разошлёте потом эту ссылку друзьям всем, почему среди них могут такие люди оказаться. Итак, давайте начинать. Я взял фотографию свеженькую этого года. Вот. Вот эта девочка, это просто примеры жизни. Я должен, не просто сухо, вот делайте, тысячу кошек купили, посадили, вот такой вот, и у вас получилось. Вот смотрите, как это выглядит на практике. Вот эта девочка, помните, я вам её показываю второй раз. А вот это всё собрал, так, и частично, я говорю, частично. То есть, это вот она собрала, это ещё мало заработала. А когда она ещё полтора метра выковыряла, получилось у неё 1100 рублей. Я вам показывал, прям в кино. Вот. Что она собирала? И что здесь особенного? Ну, ничего особенного. Я-то буду дарикотики продавать. Вот. Слива сирийская, жёлтая. Слива, условное название, красная. Слива, условное название, красная, жёлтая. Слива, условное название, красная, жёлтая. Так совпало, что вот эту фотографию я решил использовать как пример для подражания. Сегодня мы будем говорить про абрикосы. А это заявка на следующее. Почему? Вот. Там я расскажу, что такое, когда завязка колёв, город сошёл с ума. И почему сошёл с ума? И вырастил не тысячи деревьев, ну что так много тысяч, десятки тысяч, и которые заполонили всё. Тысячи вёдер никто не покупает, это было. А причина была, поманили. Вот. А оказывается, так всё просто. Но есть климат, где это легко вырастить, а где сложно. И вот что интересное, вот эти вот китайские шливы, это всё эти, это, я их называю, китайская-уссурийская группа. Вот. Они настолько неприхотливы, что, ну, их уже не с чем сравнить уже. Убить их невозможно. Вся беда только урожай. Ну и мы будем говорить про абрикосы. Сейчас поймёте почему. Это для затравки. Дело в том, что вот эта фотография мной сделана, тоже была недавно. Это когда Турсуна Дускобилова провожал. Я его отвёз к сиропушке, у него там были дела свои. Высадил, вот его ноги. Высадил его возле вот этого импровизированного базарчика. Вот. И здесь тоже сливы ещё, должно быть, крупные. А это яблони уже практически мало. Это примерно 10 раз меньше, чем, допустим, 5 лет назад. 20 раз меньше, или 30, чем 15 лет назад. Это уже доживает свой век. Потому что саженства больше нет, а выращивать никто не умеет. Это всё со старых деревьев. Но это явное доказательство, что народное творчество, это же когда-то люди. Эти же люди и садили. Здесь торговали женщины, ну, мягко скажем, не молодые. Это они же и выращивали, они же и продавали. И вот это вот изобилие, это то, что я называю, чтобы вы поняли. Есть два направления. Первое. Это выращивание фруктов на продажу. Здесь ловить нам нечего. Вы знаете, сколько они тут стоят? Вы знаете, что всё это очень дёшево, да? Вот. И знаете, что у них почти не покупают? Ну, одна причина есть объективная. У людей нет лишнего рубля. Нету, нету. У нас депрессивный регион. Здесь люди живут от зарплаты до зарплаты. И им приходится всё время на чём-то экономить. Вот на это. Да их не должно быть тут. Вот это всё выращено. Люди не знают, что такое ядохимикаты. Вообще не знают. Это же мой круг, я же с ними общаюсь. Каждый год. Это черёмушки. Это перегород Сайногорска. Вот. И на этом ни черта не заработать. Вот это горькая правда. То есть, каждый должен вырастить столько, сколько он может скушать, угостить. Вот как я сегодня, вчера, позавчера угощал. Ну, видите мои фильмы, я всё время угощаю. Вот. Угостить гостей, угостить соседей, родственников. И, бывало, просто привозил город, раскладывал, тоже видели, по лавкам. Кто-то всё равно возьмёт. И тогда получается это направление не промышленное. Вот. Тогда остаётся второе направление. Сходу за один год производства и продажи санкций. Подчёркиваю, за один год, вот, меня видно, я тут палец показываю. Вот. Давайте теперь для этого нужно иметь определённое знание. И эти знания пригодятся тем, кто сегодня, пусть таких будет немного. Вот. Тем, кто сегодня, первый я включил этот самый мой, зашёл на мой канал и увидел этот ролик. Первый раз, даже не знаю, кто я такой, вот, он уже приобретёт определённое знание. Причём эти знания, вот даже сегодня, за этот первый час, они превзойдут всё, что за пять лет, за шесть лет. Вот это было пять, по-моему, сейчас магистратура, ординатура. Четыре плюс два, шесть лет, по-моему, очень. А он за один час, с практической точки зрения. Хотите проверить? Значит, сюда бы я присоединил тех, кто кончал университеты. Сюда бы я присоединил, но они никогда этого себе не позволят. Вот. Это преподаватели вузов. Остаёмся мы, народ простой. Вот. И единственное, что каждый раз, когда я знакомлюсь с уникальным, не уникальным, другое слово, увлечённым садоводом, он, по-моему, в случае оказывается, наш человек технарь. Я называю технарями. Я технарь, мой брат железов технарь, сельхозвуд скончал, но электромеханик. И ещё таких в наших рядах несколько сотен. А усваивается с полоборота. Вот. Самое трудное, если, не дай бог, заглянет преподаватель вуза, вот, как ему будет трудно. Поехали. Итак, первый раз в первый класс. Я, значит, почему я начал с абрикоса и почему с манджурского? Сейчас поймёте. Вспоминаем. На ваших глазах я открыл комментарий, и там было написано. А у нас в Удмуртии абрикос больше 3-4 года не живёт. Я обиделся за абрикосы. В Удмуртии. Я в Ижевске зимой читал лекции. Я познакомился с местными ребятами, так, вот, которые там жили. Подружился с ними, вот. Ну, по садам некогда было ездить, но для меня в Удмуртии... Ну, вот, был я в Челябинске, минус 36. А я как раз был по приглашению генерала-директора Степанова, вот, который совмещал научную работу и практическую работу. Ну, это как бывший председатель колхоза. Тот же самый колхоз, по-новому названный. Минус 36. Вот я был в том саду. Что, может, там не хватает, чтобы вырастить абрикос? Посмотрим. Вот. Я просто привёл пример, насколько всё убого. И неужели я бы там не вырастил? Смотрим. Итак, кто-то сказал себе, ладно, железу меня убедил. Потом промышленный сад, это потом. Что такое промышленный сад? Этот сад будет начинаться с нескольких соток, возможно. Потом развитие. Помните, я говорил, качущий питомник – это перенос. Вот сюда, луч из лучших, там 40 растёт абрикосов. Один торчит, лучше всех оставляем. Вот. Ни трещинки, ничего. Остальные продали. Или пересадили. И вот уже полгектара захвачено. Дальше, дальше. Качущий питомник будет уходить туда, в степь, вдаль. А здесь будет маточный сад. И если у вас, я вам потом ниже покажу, будут такие вырожаи, у вас будет только одна боль. Вы будете материться и думать, господи, как это всё продать. Но главное, подчёркиваю, и это надо мне, это надо вам, это надо всем. Нам нужно поменять всё, что растёт в наших садах. Вот. Чуть не сказал одно такое матерное слово. на прекрасное, никогда не отравленное абрикосы, сливы, вешки, перчики и так далее. Вот. Поэтому мы сделаем так. Я сразу отсекаю яблони, груши. За один год саженец не вырастешь. Нет. Почему? Это, если я начал подробнее говорить, цитировать Мичурина, прочее, уйдёт много времени. Просто, поверьте на слово. За один год 100 тысяч на семенах яблони, груши не получится. Это железное правило. Там нужно уже 2 и более лет. А я вам обещал, за один год. Вот. Всю мундочку. Вот. Тогда начинаем выращивать. Минимум, я уже говорю, 100 тысяч это минимум, это 300 косточек. При нормальной схожести и прочей. Максимум 1000, но 1000 косточек. Это уже может получиться не 100 тысяч, а 300 тысяч рублей. Ещё раз. Это не предел. Можно и на миллионы выращивать. Но представим себе семью, которая вчера горбатилась за бесплатно, только потому, что им продали дерьмо, и ещё научили это самое бесконечное дерьмо поливать, удобрять и опрыскивать. До бесконечности. Прежде чем она умрёт. Вот. А здесь семья, сегодня внуки, как у меня, даже внуки участвуют в этом деле. Вот. Значит. Смотрим. Первый пункт. Самый важный. Моральное право выращивать и продавать. А имеете ли вы моральное право? У вас нет ничего. У вас, допустим, стоит голое поле. В лучшем случае там подыхает что-то. От прежних хозяев. Или берёзки там, это, самосевки. А здесь получается, что... А кто вы такой? Допустим, это моральное право даю и вам я, фермер. Так. Дальше. Сорокалетний опыт. Дальше. Лучший абрикосовый сад в России. Скромно. А это и есть моральное право. И вот вы, у вас растёт. Вот. Чуть ниже потом покажу. Ладно, забегу чуть-чуть вперёд. У вас растёт вот такое вот чудо, да? Вот оно, тысяча косточек. Так. Вот. Первая проблема решена. Они выросли. Вторая проблема продавать. Дойдём до неё. Но сам факт, что это реально... А знаете, почему это реально? А потому что вот этому 8 лет назад мы прикупили этот участок. Я сказал, Сергей, я сюда даже редко заходить буду. Да нет, буду заходить, а как же, я же переживаю. А вот это ты... И всё, что я научил, это садить под зиму и стенсировать. И не забывать купить отравленного зерна от мышей. Вот это у него работа. И теперь какая головная боль? Вот это всё продать. А теперь вам вопрос. Вот это вы молодец. Вот это у вас такое будет. А как теперь продать-то его? И тут начинаются проблемы какие? Ну, создали сайт. А имеете ли вы право назвать себя? А давай подумаем. Пусть это не официально. Ученик Железова. О! А это бренд или не бренд? Мне кажется, бренд. Значит, конечно, каждый Железова не знает. Может, даже каждый десятый не знает. Но всё-таки это будет помогать... Это уже автоматически за этим следует. То, что всё, что это выращено, это от Железова. Если взять косточку из магазина, она ещё и не взойдёт. Нет, бывает, сходит. Но часто же их же собирают с зелёными плодами. Они потом дозариваются уже в этом... В ящиках, в этих самых хранилищах. Вот. Приобретают жёлтый цвет, а сахара в них нет. Могут и не взойти. А здесь-то уже это. Вот одна проблема решается так. Ученик Железова свой собственный сайт. Это если размахнуться. Поначалу можно и на сотни косточек просто потренироваться. Вынести на рынок. Но там без этого бренда Железова, там, конечно, сложно будет. То есть, привозные, ваши по отношению к привозным будут составлять даже не один процент на местном рынке. Они сейчас такие огромные ряды стоят, что ваши там... Может, не привезёте сразу тысячу? Ну, привезёте на промо 10, 20, 30 раз. И кто на них внимание обратил? Значит, второе. Научиться торговать уже дистанционно. То есть, будем живы, я уже покажу, как Сергей пакует, как всё это делает. Ну, то есть, уже пойдёт поэтапно. Но это следующий этап. А первое – научиться вот до этого. Давайте дойдём хотя бы вот до этого, а потом подумаем, как же всё-таки ещё продать мудрецы. Давайте сюда. А, меня, знаете, за что благодарят? Бывает. Потому что с моей подсказкой уже покупают не у меня, а у учеников. Это здорово. Я их раскручиваю, а покупают уже у них. Здорово. Возвращаемся. Значит, и так моральное право мы, в принципе, оговорили. Если вы работаете с моими косточками, а будем говорить про семечки, не только про косточки. Итак, постепенно. Сегодня абрикосы, завтра сливы, потом персики, потом вишни, потом черешни и так далее. Но только косточки. И получается, что первый путь мы практически обсудили. Это очень важно. Пару случаев в этом самом Авито продают эти самые саженцы Железова. Но ко мне никто не обращался за тем, что «а вот дайте мне право» или «поддержите морально, вдруг на меня наедут, докажи, что Железово». Понятно, да? Второй пункт. Очень важно, и чуть ли не важнее первого. А годятся ли семена, то есть мои косточки? Помните, вот эту перепалку, она дошла до злобы, до оскорблений. Это когда на обыкновенное, как бы это назвать, замечание, что... Ой, не буду все это вспоминать. Выпустился теми резинки, процитировали не себя. Я потом нашел эту цитату. В цитате оказалось 90 лет. Вот. Понимаете, 90 лет. Оказывается, 90 лет назад абрикосы были приговорены к смерти. Так будем говорить. То есть, если они растут, значит, это смерть. Вот. И получается, что эта цитата пригодилась в 50-х годах, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, 2010-х, 2020-х. И, наконец, 2000-е, это было в 22-м году, в прошлом году. Вот. Как случилось? И почему так? Это значит, что себя наука обделила страшно. Она не заметила нас любить. Она не заметила, что мы пошли дальше. Причем новым путем. Вот. То, что была забракована, оказалось, что немножечко тут подсуетиться. Чуть выше, чуть ниже. Это самое. Стать на колени. Чтобы чуть ли не носом в землю ткнуться. И все получается. Вот. И получается, что до сих пор мне звоните вы, друзья. Не все. Как правило, новички. Они все-таки появляются. Спасибо. А будут ли культурные? Вот я уж и схитряюсь. Знаете, если бы я говорил более самыми учеными людьми, я бы, конечно, вспомнил бы заходы Менделя. Вот. Эти самые рецессивные. Ой. Сейчас мне самое главное вас не напугать. Вот. Давайте тогда... Нет. Все-таки как обойтись без этого? Если рецессивные, значит... Ой. Если я начну говорить, что если папа культурной мамы... Хе-хе-хе. Делаем проще. Итак. Прошли годы. Несколько поколений. В это время, когда по двое... Я уже говорю простым языком. Я сейчас хотел начать всю эту бодягу. Хе-хе-хе. Доминанты, инцессивные. Пару законов Менделя. Давайте проще. Итак. Когда по двое с приводом сращиваются, с каждым поколением все больше, то их потомство... А, насыщает саморастойкостью по двое. И культурную всю приводят. Доказательство. Однажды случилось чудо. Это когда мои 70-е, однолетние, даже не от сыновей манджурского абрикоса, которые я вам навязываю. Сыновей, то есть второе поколение. А первое поколение самого манджурца у директора института Ваулина, который вырастил это дополнительное отношение, получил, выступал с докладом перед такой аудиторией, получил такие результаты, и главное, фотографии. И все они культурные, и все они сладкие. Дай единого, все, что я ему вышел. Вот это, оно прозвучало как бы сенсацией, но у нас сейчас, надеяться на науку, она нас обеспечивает новыми сортами. Ведь все, что выросло, это же новые сорта. Согласитесь? У него же не повторился все кости с одного моего дерева, манджурского патриарха, а ничего не повторилось. Это я вас как бы убеждаю. Получается, что не дерево потомок, то личность неповторимая. И вот, и все сладкие, все культурные, и урожаи. Ну, если в килограммах там у него было, это 28-42 или 48 килограммах. А это молодые деревья. Вот. Уже второй плюс приплюсовывается сам. То есть пройдет несколько лет, если вот это направление получится. Вот. Часть из них оставляйте навсегда. Можно 50, можно 20. Вот. И действительно у вас потом волонябой. Куда девать уже? Это будет обязательно. Но будем делать исключения. Давайте вот с этим закончим. Годятся ли семена? Я надеюсь вас убедил, что сыновья манджурского абрикоса годятся, если брать большую часть России, где развито дальше движение, где каждый хотя бы второй датчик, или частный дом. Вот. 90% территории, они годятся. Сейчас будем чуть-чуть делать исключения. Но все-таки процент культурности. Процент культурности. Вот. Есть еще мои цифры. Я сейчас, я должен долго упорно убеждать, а куда я денусь? Я вас должен сейчас... Кстати, вот видите, на экране это манджурский абрикос. Так. Ну, в смысле, потомок его, сын. Вот сейчас я возьму и сделаю следующее. Следующее. Ага. Нет, это у меня не здесь. Вот. Это обстоятельный разговор. Иначе мне надо у вас убедиться, расстаться, ну, хотя бы... Извините за это... Иногда я выступаю, как торгаш. Расстаться с 10 тысячами рублей. Ну, самовалось с 5 тысячами рублей. Потому что 10 тысяч рублей, это вы уже имеете такое огородище. Сад. Смотрите сюда. Сейчас я должен... Должен, должен, должен. Ага. Я набираю... Фото. Фото, фото, фото. Который. Который. Мне нужен... Нет, вначале, наверное, зайдем сюда. И набираю. Фото, манджурская, абрикосная. Абрикос, манджурская. Давайте смотрите вот сюда. Итак. У меня, каждая из этих, личность, каждая из них, дерево. Вот. И эти еще не все. Потому что последние годы, особенно вот этот, 22-й год, когда я чуть-чуть не чокнулся, с ума не сошел от этого урожая. Ну, вот этот, 2007-й год. Допустим. Это есть тот самый манджурец, которого ваулин, ну, гораздо позже. И они прошли у меня, получились, прошли в тени, получились... Ну, сейчас покажу, где у меня эта ручка или карандаш. Нет, я делал совсем на тени. Чуть-чуть не вижу. Вот. Они были буквально вот такие. Ну, чуть-чуть длиннее. 15-20 сантиметров. И вот я ему вышел. Я какие-то свешные деньги взял. Ну, тогда, правда, инфляция, это все равно рублей по 20-30. Два десятка вышло. Вот. А сенсация была потом. Другое дело, что наука не воспользовалась этой сенсацией. Он продолжает это дело. Ну, надо было тогда вообще вот этот гигантский урожай, который он получил, да? Вот. Это тысячи этих кустов с каждым деревом. Надо было разобрать в большей стране. Но этого не случилось. А здесь нам проще. Мы разошнем. Итак, седьмой год. 16 лет назад это дерево дало 30 ветер. Тогда был рекорд. Вот это. А это одна из пяти веток. Впечатляется? Смотрим дальше. Это другой год. И опять одна из пяти веток. Но это другой год. Тоже дерево. Тоже. Видите, написано Монжурский. Вот. Вот такие урожаи. Вот эти косточки предназначены для вас. Заметьте. Тут, правда, у меня верх ногами получилось. Смотрим верх ногами. 08-08-22 год. Безоменно. Смотрим дальше. И в разные годы это выглядит вот так. Я быстро полистаю их много. Вот. Сказать, что они культурные, я их называю полукультурными. Вот. Здесь явно влияние Амура. Ну, скажите, что нет. Хотя это сенья с Монжурского. Но влияние Амура огромное. Вот. А смотрите, какие тени разные. Похоже? 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 А это самый сладкий был. Я долго думал, потом вспомнил, ничего не надо. Есть бабушки, дедушки у каждой косточки. Есть папа, мама. Да? Вот. А главное, супруг. Смешанный сад. Из-за того, что слово смешанный сад, мы тогда с братом подвергли страшное это, агрессии, с оскорблениями. Потому и дички у Железова, вот вы выпишите у Железова, а вот они, кстати, якобы дички, вот, и у вас получатся дички и жердели, а значит, это обман. Это было написано брату, другого брата, про меня. Вот. А я стараюсь, чтобы вы все это знали. У них убежденность основана на цитате 90-летней давности. 90-летней давности. А наша, правда, вот она, 22-й год, 20-й и так далее. Вот. Это еще скромно, а теперь они уже увеличились в 20-й раз. Я хвастался. Я все показывать не буду. Последние годы мне просто речь была. Вот. Вот эту фотографию запомните, она нам пригодится. Это с моего сада. Смотрим дальше, 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 дальше. я уже так не даю даже приглядываться к ним. Это все сыновья манджурска абрикос. А, ну, это сам, вот еще одна фотография. Это третий год уже. Это опять манджурский абрикос. И бывали когда, когда давал 2-3 ведра, но редко. А больше 20-30-40. Знаете, косточка 25 рублей, можно получить дерево. Я умею убеждать. 40 ведер, а косточка из косточки, они же все из косточки. Мой патриарх из косточки выросил. 40 ведер в это сало. А если брать за все годы, сотни ведер, сотни-сотни. Еще, 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 еще. Не выдержало дерево. Еще, еще. Это еще половину не показал. Еще. А что интересно, в Селябинске теплее. И результаты по пусовым качествам и по размеру плодов у Ваулина получили лучше, чем у меня. Представляете? Вы думаете, я ему завидую? Я горжусь этим. Он, правда, сделал одно, не сделал одно важное дело. Он ни разу не сосался на меня. вот Ирина Александровна Савельевич. Видите? Вот она изучает сад. Она здесь привала, она здесь сделала диссертацию, вот, потому что для Краснодарской это невиданное дело, диссертация по абрикосам. Вот. Смелая девушка, ничего не скажешь. Невероятно. Таких бы нам тысячи. Она одна. Первая была Матвеева, она вторая и последняя. Так. Так, 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 так. Так. Хотите красоваться вот как эта девушка? Видите? Это мои гости. Сколько можно? Еще половину надо листать. заметьте, все разные. Вот. И у вас должны вырасти такие. Но, если вы будете южнее меня, так, кстати, это самое, у, сейчас, под рукой у меня нет ее телефона, это Юлия Сергеевна Мельникова, моя племянница. У нее осталось штук 15 роскошных. Я потом, если не забуду, покажу. Я подоград сегодня делал роскошных шелковиц. Вот. Вот. Тоже величайшая вещь. Если она продает по тысяче рублей дерево, считайте, что это, если брать, что когда-то все начинается с нуля, вы же знаете, что первый самолет не мог стоить так, как сотый, когда в серию пошло. Вот так и тут. Всего тысячи рублей за ее сажение стоит шелковица. Но это я вам не говорю, сегодня тема другая. Ну, на своих случаях запомните. Вот. Еще. Еще. Не, я все равно все покажу. Опять обломанное дерево. Ну, иногда говорят, чтобы не обломало, режьте, укорачивайте, но на самом деле тогда еще больше будет. Если резать. Еще больше рано будет. Это уже начали увеличиваться. Это уже эти вылеча размера. Вот. Ну, люди деньги зарабатывают. Так что, мне кустчики тоже не бесплатно достаются. Обеете ввиду, коля сядано назначают. Что, надо заканчивать? Ну, давайте на этой фотографии закончим. А. В общем, вы поняли, да? 2020 год. Рекордный урожай. Возможно, самый рекордный в России и на северной половине планеты. Даже это может быть. Я когда-то читал книгу, она называлась «Абрикосы» ростовской издательства. Мне давали почитать. Тогда по рукам ходили. Тогда желающих было больше, чем книга. Это сейчас воно лежат, никто не покупает. А тогда было так. Там было написано. Даже в самых благополучных промышленных садах урожае, в странах, в странах и садах урожае обычно случаются полноценные. 24 года из 10. 2-4 года из 10. Мотайте нос, у нас сейчас. Вот. Теперь я возвращаюсь туда, где вы были. Итак, процент культурности мне кажется, что если вы продаете уже однолетние саженцы вот такие вот, в свою очередь, я вас научу, как это делать, то тогда, то тогда соседи, родственники, друзья, которые вы возьмете там 300 рублей за саженец, 500. В крупных городах можно и по 1000 рублей продавать. Вот. Можем вам бить и будут. Заранее, как я всегда по-честному предупредил, захочу это самое, могу и пропустить законы вендора, каждый четвертый будет папу, или в маму, если достаточно регион не самый, как у меня, не самый рискованный, чтобы и это, которых одна, это, допустим, если пошел папу, допустим, будет 3-4 культурных, 1-1 культурный, вот, а если пошел маму, наоборот получится, 3-1 культурный, 1-1 культурный, но, учитывая, что в саду надо иметь 5-10, лучше 20 взрослых деревьев, вам не грозит, и то, и это не грозит, что у вас будет дикий сад, вы потом можете из 10-ти, 5-10 выпилить, особенно, когда они будут мешать друг другу, пожалуйста, оставить самое культурное, все это, если с нормальной с людьми разговаривать, никто вас не будет подозревать, вот, но, вспоминаем, даму, которая мне вернула косточки Фаины, помните эту историю, я показывал фотографии не только Фаины, роскошные, но и его потомство, потомство выращенное в этом, в Серебряной области, вот, а она, я начитал с интернета, оказывается, вы обманщик, вот, и вернула, вот, просто взяла и обратно прислала мне эти, не все вернула, но Фаину, больше обидно было за Фаину, итак, теперь, значит, что нам, процент культурности, я считаю, пункт 2, мы проработали, так, вот, значит, дикий сад не вырастет, вот, никто меня еще в этом не обвинил, именно те, кто выращивает, никто, и наоборот, я весь в этих поцелуях, и в этих самых, похвальбах, вот, слово полукарликовый подвой, да, оно, я его впервые увидел, крупнейший плодопитомник, в России, самый крупный, каждого сотни тысяч абрикосов, привитых на, бисею, вот, вот, и, все эти сотни тысяч, мертвы, вот, отсюда взялось понятие, полукарликовый, мне писать правду не ставят, а люди захотели иметь абрикосы, и пугаются, большого роста, я их понимаю, абрикосы, это, о, видели же, фотографии, вот, поэтому, мы будем ограничиваться, внутривидовыми, прививками, если со второго года вы пойдете дальше, как говорил Владимир Ильич, верной дорогой идет товарищ, и я за ним железу говорю, верной дорогой, если со второго года зачерчу руки привать, ну, допустим, у нас будет пятое, десятое, первый класс, первый раз, первый класс, вот, и мы не будем привать почки, я буду доказывать, потому что это не наш путь, я вам покажу этот долбанный привычный секатор, который надо, только купил, выбросить, а если кто-то вам навредил, вот ему подарите, злому нехорошему человеку, вот так удивиться, так обрадуйся, вот, поэтому, будем продолжать, если окажется, что терпения у вас хватит, и нас еще и меньше не станет, вот, теперь так, и раз мы начали говорить про абрикосы, надо определиться, Ленинская область, якобы, якобы ее Петр Первый построил на болотах, так было? Эту фразу я не придумал, это фраза из учебника истории, тогда получается, что исключаем ее? да нет, вот, помните, следующий пункт будет, как выращивать сливу, скорее всего, то есть, следующее занятие, допустим, про сливу, ну, вы проявите вы на абрикосы на сливу, не все будет гладко, я проявал, урожай получал, да, жизнь абрикосы на сливе, короче, но тогда-то я воспринимал, что как один к одному, а хитрости я придумал потом, а хитрости эти, сейчас я не буду, помните, там, эти самые, закон сопочинения почек, я сам выдумал, вот, и прочее, и прочее, так, и получалось так, что уже можно, не только 5-8 лет проживет, как мои первые, прививки абрикоса на сливу, так, а уже 10-15 лет, а есть еще 2-3 поколения, это вы будете уже сами, вы будете развиваться, и тогда получится, что, этот путь, допустим, для Тульжеградской области, а возьмем Тюменскую область, я поехал, я еду, вспоминаю Чехово, западная Сибирь, это болото, это озера, это Чахово, так и писал, это Чахово лес, кустарник, так ее плохо понимают, а потом езжаем в Красноярский край, а там корабельное сосы, все правильно, а там климат здоровый, все правильно, и мой сад-то, он именно, это, спасибо Чехово, и вот я еду по Тюменской области, думаю, вы же не Тюмой, а я ехал-то несколько раз, вы помните, я дважды был в Челябинске, и Москву я ехал, через Тюменскую область, вот, вспоминаем, и получалось так, что я еду, и кругом озера, озера, я рассказывал случай, когда я проезжал, вот, ой, какой лес, а он, оказывается, такой белый-белый, я посмотрел в окно, а тут муж с женой, говорю, вы что, с ума сошли, он же мертвый, одни, белоствольные, стоят эти, там были как, скелет, а лицевой нет, он поэтому ярко-белый, а они говорят, какая красота, я говорю, ну, мертвый, мертвый, вы представляете, вот, а почему, где-то он рос, 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 дошел до уровня воды, а потом, может быть, какой-то год, бывает там, поднялся уровень воды на метр, корни намокли, а березы не расчетались, и все, мертвый лес, что, в Тюменской области нельзя, а давайте вспоминать, привем абрикос на терн, на сливу, на лучу, на терносливу, четвертый палец, так, вот, значит, где-то, ну, не может быть, что, да, это, это называется, западно-сибирская низвенность, сосколы помню, но она, не знаешь, вот такая ровная, как стол, нам надо все, хотя бы, три-пять метров до воды, просто здесь уже надо включать это, знание, нашел такое место, ну, все, и садитесь, и этот же абрикос, теперь дальше, а еще я не упомянул, вот тут просто забыл, о чудесах, я знаю двух человек, это тоже имеет отношение ко всем нам, я проводил, я проводил, то, что называется, и меня единственная с науки поддерживает, Елена Александрович, потому что я научил работать рамками, я мерил ее биополе, я мерил биополе в саду, ее показывал, как это, ну, вроде бы отнеслась серьезно, так, а дело-то в том, что люди, они, как аккумулятор, вот каждый человек аккумулятор, но один разряженный, в течение жизни, он разряжается, а зарядку, можно было бы получить, я не отклонился от темы, нет, ну что, это и есть самая тема, почему, сейчас мы косточку в руках, в образе поддержим, сейчас, и так, разряжался, 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 и к концу жизни, когда только мы сад посадили, многие начинают общаться со мной, как, хорошо если по 40, как правило, после 50, после 60, успею, я говорю, я 50, уволился 51 год, ты вышел на пенсию, 50, я был просто датчиком, успел как, последние 20 лет, это и есть трюк, и получилось, что, бывают люди, у которых 78 лет, страшное биополе, а большинство, тогда я, когда был в Москве, на вебинаре, я мерил рамками, вот они рамки, сейчас я вас не буду этому учить, вот они, видите, вот, я мерил людей, а когда я закончил, у меня было каждое третье занятие, я проводил два курса, один, три дня, а потом еще три дня, уже с другими людьми, и было сильно много, они ехали, вы поверите, сколько народу за границей было, это был самый пик моей популярности, еще люди не опустили руки, еще глаза горели, вот, и вот я говорю, все, ребята, заканчивали последнее занятие, благодарю, аплодисмент, потом, жаль этого нет нигде на этих, на моих, съемки-то проводили полностью, все три дня, до последней минуты, а потом все, я говорю, а теперь остаются те, кому интересно, вот, кто из вас настоящий садовод, и вдруг 30-40 человек, говорит, это было дважды, я говорю, рамки запрощены, маятник запрощен, вот, такой вот, маятник запрощен, вот, я говорю, становитесь в ряд, нахожу место, такое, как бы, вот, когда, прохожу метров 20-30, там, где рамки не шелохнутся, ровненько, значит, чистое место, становитесь, так, я тут, меряю спереди, меряю сзади, извините, поворачив спиной, меряю со стороны спины, и говорю, у вас, а таких было не так уж много, у вас биополе 3 метра, дальше я научу, как его поднять, это биополе, у вас реальное биополе, в состоянии аффекта, 4-5 метров, и ваша задача, это я говорил, приехали все садоводы, и здесь процент людей, у которых биополе от метра и больше, таких было половина, половина, это имеет большое значение к сегодняшнему дню, ребят, поэтому слушайте внимательно, я уже давал практические советы, я говорил так, вам нельзя злиться ни на кого, вообще, вот, у вас биополе, если вы на кого-то разозритесь, человек умрет, не умрет, но заболеет это точно, таких нашлось несколько, это 3 метра и больше, вот, кстати, Савиньич, 3 метра биополе, было, сейчас не знаю, вот, оно тоже может это, от такой жизни, какой мы проводим, оно может быть, в саду нарастать, или поддерживаться, в течение многих лет, а может и пропасть, и вот, тогда получается, что половина не имела биополе вообще, ну, получил, как взял, что время полметра, ну, где-то очень постараться, движение, именно колебателя и вращательное, тогда получается, можно даже до метра, но, я учу, через 2-3 часа, оно опять ноль будет, и опять, вот, как спастись, работа в саду, моя полюбимая тема, поговорка, сейчас подойду к главному, это, нахождение в саду, не засчитывается в срок жизни, ой, работа, работа в саду, и вот, тогда получается, что я знаю двоих людей, Боднар Борисович, полная противоположность, выводам Мичурина, всё, из косочек, которая, из семечек, вплоть до груш, которые я сейчас сказал, не связывайтесь, и он выросел из семян, шикарнейший сад, на уровне лучших садов в науке, он, простой строитель гидрометалл, ой, это я гидрометалл, всё, я скажу, гидро, гидро, строитель, вот, он, совершил чудо, да, были попытки, да, приезжал даже, телевидение, даже Москва показал один раз, но кончилось это пшиком, и сейчас, когда Царство Небесное, это уже другая тема, у него нет живых, дальше будет говорить, теперь вторая, Татьяна Александровна, много, не знаю, как ударение ставить, вот, мы с ней тоже дружили много лет, и её желание жить, её желание из семечки вырастить, чудо сорта, и вырастила, так, почему я это говорю, ребята, я не говорю, что надо обязательно мерить рамками, это всё произойдёт само в саду, у кого-то из вас вырастут такие чудеса, только косточка была в вашей особой руке, буквально, да, кстати, у меня большое биополе, это не секрет, да, вот, иначе я бы сейчас вас бы не учил, другое дело, что я не знаю, не знаю, но я Сергея ни разу поле не мерил, а ну-ка, а это ведь его, а нет, мой Сергей, а это ведь его рука, надо будет померить, в общем, мы поняли, многие из вас, потенциальное чудо, саду, не просто, а чудо, значит, вот эту тему разобрали, так, теперь, значит, о том, что межвидовые прививки могут помочь, даже, самых, как бы их назвать-то, по отношению к абрикосам, депрессивные, это Римлянская, Усть-Тюбинская, и не только они, потому что у нас, еще один пример, это тоже важно, поселок Майна, я уже авторитет, я уже, каждый день 10-20 звонков по городскому телефону, других не было, некоторые из них, выручайте, спасите, все гибнет, Майна, центр садоводства, всей Сибири, а был момент, по абрикосам, всей России, то есть, в России больше такого региона не было, это осень, желтеют, как сказать, оранжевеют абрикосы, плоды, Майна оранжевого цвета, это было, я тут ни при чем, вот, это я, это, позавчера я был, вчера я был это, рассказывал, речь произносил на, был фестиваль, в этом же поселке Майна, в ботаническом саду, я в руках держал бумажку, и читал эти фамилии, и говорил, царство небесное, вот они, и вот это было, но вторая половина Майна, она пошла вниз, 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 туда, 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 а там болото, а там метр два, и то же самое абрикосы, все пропали у людей, вот, то есть, не везде коту масло несет, вот этот момент, то есть, вы будете, имея возможность, желание, желание вырастить, тот же абрикосовый сад, это самое мощное дерево, так же, как груша, у которой, такой же сержевый корень, и черт из два вырастите, там, где близко грунтовой воды, уже не получится, так вот, учитывая вот это, идем дальше, то есть, я обязан был предупредить, а то и сейчас, человек берет, он у меня, быстренько, она выписывает, быстренько вырастет, через 3-5 лет, все мертво, к тому же, добавится, обычно, как к этому добавлять, вот, 10, 20, в 100, в 1000 раз больше, то, что называется, микроэлементы, килограммы туда, чего только в эту яму, несчастную не сует, поняли, да, для этого мы проводим, нашу, нашу, учебу, идем дальше, все это было преамбула, но без этого, того, что я сказал, можно и не начинать, я сегодня обещал ответить на много писем, а как нам быть-то, я же ничего еще не сказал конкретного, а я сейчас скажу, когда 2 часа истекает, что нам делать, или переходим на письма, а письма такие, злободневные, так, вот, итак, это было 8 лет назад, Сергей посадил, я даже не подходил, этот участок прикупили, вот этот, он кажется большой, небольшой, это как, это такая панорама, вот, ну, что так 10, купили, тут 500, и там 2, 200, за 700 тысяч, смотрим дальше, вот, если это 8 лет назад, эта же земля, вот, смотри, домик тот же, видишь, синий, эта же земля, смотрим сюда, начинаем более конкретный разговор, итак, вы видите, что абрикосы прекрасно растут, явно схожи с ними процентов, если не 100, то 95, может где-то что-то не взошло, тут не видно, но они более рослые, вот, почему, а сейчас поймете, посажены были под зиму, вот, и начинаются проблемы, главный из них проблемы с мышами, но об этом поговорим ниже, теперь так, и не только абрикос касается, но пронесло, ну пронесло относительно, все-таки в бутылке, в бутылках пожбеньки отравленного зерна, раскладываются, это проходили, может быть, я не могу все рассказать, это надо опять 252 вебинара повторить, какие были, вот, поэтому что-то я, хотя бы главное, я предупредил, боритесь с мышами, предупредил, вот, идем дальше, если это посажено было под зиму, так, слава Богу, мыши ни при чем, то вот это, было посажено, когда они, вот это вот, смотрим сюда, сейчас сделаю, чтобы у вас симка была видна одновременно, нет, не так, а вот так, смотрите, видите, они, еще не так велики, это весенние, они, чем, ну, то есть, пока нагрелась земля, так, пока, значит, это, доступил хороший, удобный день, и вот они посажены, схожесть опять получилась, но после сертификации, так, и опять схожесть под 100%, вот, в таком виде они высаживаются, как правило, значит, тут скажете так, а у меня не взойдут, вы знаете, чтобы у вас не взошли вот так же, те же абрикосы, вот, для этого надо очень, очень захотеть, очень постараться, так сделать, чтобы, это трудно, что я только не делал, сходят, вот, то есть, никогда проблем с этим не было, у нас с левыми проблем больше, то есть, сервисировать надо уже не 2-3 месяца, но это отдельный разговор, итак, разница между этими, которые росли, и вот этими абрикосами, это все один и тот же участок, в один год, в 22-й, вот, и, ой, в 23-й, я все забываю, что год прошел в 22-й, и вот получается, что, разница, что чуть меньше, но, разница не принципиальная, если хватит лета, для того, чтобы они полностью выздоровели, вот, но, вы же знаете, что абрикосы, относится, довольно, ранняя культура, они, как правило, успевают и выздороветь, в зиму уходят, безвесие, это явно не бывает, ой, мороз ударил, они зелеными лесами ставят, то есть, вот тут проблемы предстоятельные нет, идеальный случай, когда сходят сами, в большом количестве, это и самое здоровое, а этим мы помогаем зайти, мы им создаем особые условия, а эти условия называются, хранение, в условиях, это я сам придумал эту характеристику, вот, хранение условия близких к зимним, так, с целью, это, обеспечить им, то, что у них заложено, в генах, то есть, обязательно, нужны низкие температуры, иначе они взойдут, вот так они устроены, то есть, абрикос, он изначально имеет, еще возможность, держать морозы, да потому, что, вот все эти переводы, хоть не важно, где он рос, в Египте, в Италии, где, извините, когда-то там мамонты ходили, там была Сибирь, вот, в Германии, ледник еще был, а там остается, да, Средиземное море, вот там плюс, но какой плюс, мамонты, саблезумие тигра, и эти, пещерные медведи, вот, и абрикосы выжили, значит, у них, косточки, севина, обрели, возможность выживать в самых страшных условиях, и мало того, именно эти условия стали для них решающими, то есть, мы имеем в виду, что если они всходят, именно после, в данном случае, это, я всю зиму держу в холодильнике, или погребе, но два месяца, в мокром, в сыром песке, полная имитация, пусть в Италии, пусть не морозы, пусть зимой играют там в футбол, на зеленых газонах, правильно, у них же нет понятия летнего чемпионата, у них есть понятие зимний чемпионат, по футболу, и мотаются себе, а там плюс, ну, маленький плюс, вот, сымитировали, откуда все это идет, ясно откуда, с юга, не с севера же, посмотрели, и приняли решение, для себя, получаете у меня тысячу косточек, но это самое смелое и не бедное, тысячу косточек обойдется вам уже 20 тысяч, так, кстати, это 20 тысяч, это кажется, что много, больше пропиваем, извините за выражение, вот, и, тогда получается, что есть выбор, или садить под зиму, избавиться от мышей, и тогда нет проблем, от мышей научимся, вот, а вдруг не взойдут, могут, есть еще причины, останавливаются, перепады давления, температуры, поздней осенью, и ранее весом могут спровоцировать, именно спровоцировать, тут же самое, сертификацию, но не вовремя, проснулась, бах, и мороз, а он только проснулся, вот такой, только, раскрылась, вот это вот, на две половинки, вот это вот, бронированная кожура, или как это, скорлупа, раскрылась, туда попал мороз, все, прощаюсь, получается, что, риск есть, а здесь, ну, во-первых, немножко цвет в росте, здесь могут зайти половина, но они уже, как бы, селекция, ведь многие вас возьмут, эти же сто или тысячу костей, даже не на продажу, а и спортивное любопытство, а вот выращив сад, один на всю Европу, и такое может быть, любой из вас может сразу, в первом саде Европы, потому что в многих областях, и поминя абрикосов нет, я уже, примеры вам приводил, так, вот, и получается, или две корзины с яйцами, 500 сюда, может быть, 100 сюда, 100 сюда, а вот сад обеспечен, уж так, чтобы и тут не взросло, и тут не взросло не может быть, потому что у Сергея, каждый год вот так, он даже, а, каждый год он и не садит, обычно, куда, раз, три года садит, приходилось ему, бедному, пересаживать с места на место, чтобы рост остановить, но это уже, так сказать, делюсь с вами одним из секретов, пересадил, обрезал, вот, он растет, как ничего не бывало, что ему сделается, но, задержка в росте, только для того, чтобы, туда его потом, уже, это, вырубали, выпиливали, вот этот момент, посмотрели, ничего сложного, две корзины с яйцами, так, это, после старификации, вот он, враг номер, раз, вот это я фотографию делал, больше меня удивило, что они меня, Сантре Абрикос не смотрят, вот это меня удивило, это, устроили такую пирожку, а у меня есть фотография, я же не могу себе показать, где еще опять 250 вебинаров, еще шесть лет, так вот, я вам показывал фотографии, где они собирали, со всей, с большой территории, на один квадратный метр, 500 тысячи косточек, так вот там густо, они не падали, именно, специально, собранные мышами, и зимой, там под этим, под снегом, устраивали, пиршество, и, столовую, вот, и все они доедены, все доедены, не одно целом, были сгрызены, вот, так что, вот эту фотографию, посмотрели, вот, чтобы потом, не искать крайнего, плохо взросли, железо, наплел, а вот это, вот, еще две фотографии, вот эту, смотрите, кто вот здесь натворил, когда половина, больше половины, ростков, как не бывало, есть и мороны, вот, может быть, ну, кто-то откусил, согласны, кто-то съел вот эти, согласитесь, что, большая часть, была съедена, почему, всегда, вылазят, косточки, из земли, посаженные, не глубоко, в районе, ну, сантиметр, до поверхности, сантиметр, пол сантиметра, они вылазят, это, у них специально, такая техника, лежит, на боку, никому не мешает, пускает вниз росток, так, и теперь, этот росток, играет роль рычага, и поднимает, вертикально, аж, оно еще, может, даже не распалось, а уже косточки, ну, я вам покажу, и тогда, за ним, за работу берутся мыши, предупредил, подверг, разносится, теперь, свои чисто, главная ошибка, тех, кто, ну, мы-то уже, и фотографии, это фотография для, особая, она для, учебников, для будущих учебников, университетов, пока ее не будет, они будут выпускать, людей, вы знаете эту историю, еще был, ну, скандал, не скандал, но спасибо Антону Валерьевичу, который, от имени своих подписчиков, их там, тысячи у него, обратился, к женщине, которая, главная, как бы, европейская Россия, по абрикосам, видите, ничего не говорю, даже не намекаю, вот, ни фамилии, ни имя, ни отчества, что Железов считает, что это ошибка, что ее, это, 5-6 сантиметров, это опасно, не опасно, это смертельно, вот, но, она стояла на своем, ей просто было, видимо, неудобно, поймана за это, что, за язык, за то, что она напечатала книги, вот эту вот, 5-6 сантиметров, закопать, она не знала этого, так правильно, дело в том, что, именно, в 21 веке, появился Железов, который, около сотни разных, приемов, разоблачил, отменил, и, у вас случится, ни в коем случае, вот, значит, что получается, вы, попадете, всего на этом, расход, сочетки, наверху, на поверхности, значит, за ком, это были не глубоко, а это, раздолье для мышей, у нее, могло быть так, на 5-6 сантиметров, пока вылезет, мыши, уже, переходят на другие, эти, витамины, и, получается, схожесть, при, у сельцев, которые, закопаны на 5-6 сантиметров, а там еще, и, маклее, шансов, проснуться, больше, и, тогда, он вылазит, и, а то, сомер, через 2-3 года, это уже, оказалось, ну, не связала она, вот, смерть, а у нее, много гибло, у той дамы, специалисты, супер специалисты, вот, ученые, там, сотрудницы, там, книги пишут, вот, она, не связала, преждевременную гибель, многих же своих же, деревьев, абрикосов, а я связал, то есть, я даже не глядя, я не раскапывал их, по моей просьбе, вспоминайте, раскапывали, раскапывали, это только одна из главных фотографий, и так, зная, очередной вывод, зная, что вы будете, садить, мои косточки, вот, и их на сантиметр, посадите, мыши скорее сидят, чем, на 5-6, как у нее, чем, вот, у вас получается, ну, Сергей, получается под 100, у вас может получиться 50-70%, что тогда, еще на 10 тысяч покупать косточки, это уже дело ваше, вот, или, отжимаюсь от мыши, тогда смело садите вот так, ну, еще что, садим на гряды, садим на холмы, фотографию, тысячу показал, повторяется, это опять, целый вебинар, вот, на холмах, на грядах, земля высыхает скорее, и, может оказаться, а дальше, я вам покажу еще, мне где-то надо остановиться, а вот эту фотографию я назвал, еще живые мертвецы, я так благодарен женщине, которую я разговаривал, ура, у меня взошли, где взошли, стаканчиков, а стаканчиков же сыра, а вот вами все, живые мертвецы, не надо же дальше комментировать, вы согласны, что это живые мертвецы, вот, ну, это просто, знаете как, это мечта, я просто выбрал самую арку, фотографию, полюбовались, следующие, сейчас, все-таки, хочется договорить, уже время идет, второй час идет, я хотел каждый день, каждый вебинар, по часу, вот, значит, опять обращался, на телевизию, я не говорю, какие, но мне везде отлыб, самое главное, шеф-редактор, одного из, телевидений, и потому, что я дружу, красноярск, а баканцы, одного из этих телевидений, естественно, правильный назвать не буду, сказал так, не верю, все, вот, не верю, в данном случае, я буду не говорить ничего, хотя это страшная, важная тема, я говорю, просто, я, это для меня, узелок на память, чтобы сказать, если у вас, на вашем участке, где вы хотите посадить, вот это вот, вот это вот, у вас, где патогенная зона, здесь будет пусто, или чахлая-чахлая, вот, идете ли вы по лесу, да, я все время удивляюсь, люди этого не знают, и не понимают, но травками никто владеть не умеет, вот везде растут, огромные, вот такие вот деревья, а есть такие огромные, вот, я их искал, почему, чем больше дерева, тем больше холма, это доказательство искал, такие огромные, еще 10 метров, поляна, кустарник вот такой, вы же догадались, там, тысячи, миллионы семян, этих же сосен, которые, этих же осин, этих же тополей, этих же берез, миллионы семян, не взошли, вот, а эту проблему никто не знает, вот, как мы берем эти самые, землю, ну, где мы дом поставим, ну, там, где выпиливать, то особо не надо, так же, на поляне, а поляна опасна, вот это просто общее понятие, чтобы вы, пользуясь случаем, говорим, а главное, попади сюда, вот, сюда, допустим, дом на этом, ну, я вам кучу фотографий показывал, вот, вы это понимаете, дом, жить в нем нельзя, сад посадишь, он или не растет, или так плохо растет, помните, кривые вот эти деревья, вот такие вот, спирали, вот такие вот, вот такие вот, помните, вот, а вот это недооценка, значит, я просто, если у вас появится возможность, пусть не у всех, я обращаюсь к своим будущим друзьям, вот таким самым любопытным, самым любознательным, научитесь, исключите и кровать на таком месте, ну, вот, исключите, так, исключите посадку деревьев заранее, а то спера этих, накупить костики или сразу готовые саженцы, а потом, ой, не растет, вот это вот, самое интересное, что вот это бесконечные пересадки, две, а даже три, ах, посадил дерево, не жди, когда расти будет, допустим, в следующей весной пересадил, а потом еще раз пересадил, вот тогда нормально, а родилось это, это мое подозрение, с того, что кто-то когда-то посадил, геопатогенную зону, оно не росло, не росло, он взял, пересадил, начал расти, он про геопатогенную зону не знал, на статью написал, две, три пересадки, и ура, и пошло, поехало, и люди принимают серьез, не зная подоплеки, вот этот момент уловили, это очень важно, призываю вас заняться этим, вот, ну, и теперь смотрите, откуда взяться 100 тысяч рублей, так, а вы уже устали, сейчас, пятачка разговариваю, а вы уже устали, знаете, что, вот интересно, ну, что такое, я, я уже, там, впереди, столько, расшифровка, всего этого, вот, вот, как с этих, ну, вы видели, вот эти, Сергея Железова, густые посадки, а это же, каждые уже по 300, 800 рублей, кстати, продавал по 700 такие, я не говорю, что у него все раскупили, ну, брали же, вот, тем более, вот такие, гарантированно такие, эта фотография была сделана, с мальчужского абрикоса, вот, возьмите, вырастите 100 штук, сколько это даст, продайте, сколько даст денег, умножить легко, так, нет, 30 тысяч, вырастите 500 штук, 50 тысяч, вот, нет, 150 тысяч, о, уже 150 тысяч, вот таким путем, сейчас я вот что хочу, сделать маленький перерыв, вот, а все это арифметику отнести на следующий раз, я не знаю, будет ругаться Антон Сафронов, который, меня, это сказать, надоумил, начать эту подробнейшую тему, но убедить вас, что вы можете заработать, вот, по-другому объяснять не умею, может быть, не так надо было, может быть, по-школьному, он первый, он второй, ладно, сейчас давайте так сделаем, я пошел греть чай, так, и, сейчас пропущу немного, и последние 40 минут, 40 минут, мы, ну, обязаны ваш вопрос ответить, обещал же, а они вопросы не менее важны, чем вот эта тема, вы же все сразу не бросите у меня по тысяче косточек покупать, ну, ладно, 50, 100, это хотя бы для дачи васада, это уже предел мечтаний, вот, 100 косточек, на смешные деньги, вот, а если потом 40 ветер даст, потом будем проходить все это, мы же сейчас с вами в начале пути, вот, а пока, а пока, давайте вот на этом остановимся, на следующий раз закончим этот разговор цифрами, а может быть, кто-то напишет, вы меня не убедили, я пойду на рынок и куплю абрикосы, вот, и все, и тогда не будет у вас ничего.